Компания Международный аэропорт Волгограда провела для средств массовой информации пресс-конференцию на строительной площадке Международного терминала. Журналисты смогли увидеть, на какой стадии строительства находится объект и что еще предстоит сделать, чтобы его закончить срок. Уже можно сказать точно, что трехэтажный терминал, третий этаж которого технический, построен на 90% и к концу этого года его собираются сдать в эксплуатацию. В ближайшее время здесь начнутся отделочные работы, установка оборудования и благоустройство территории. На сегодняшний день сделан огромный объем работ. Мы все конструктивные части, железобетон, металлические конструкции, кровля идет к завершению. Инженерные коммуникации практически в полном объеме. Имеется в виду системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, пожаротушения, водопровод, канализация, слаботочные системы в работе. Мы приступили активно к отделочным работам. На днях мы ждем поставку именно досмотрового оборудования и через пару недель должно подойти багажное отделение. Для этого производятся отделочные работы, подготавливаются мероприятия по приему. Терминал оснащен специальными помещениями, включающими в себя пограничные зоны, таможенные зоны, ну и все необходимые для полного обеспечения прилета-отлета международных объявлений. В отделке нового терминала аэропорта используются высококачественные материалы как собственного производства, так и импортного. Отделка колонн предусматривает материал нержавеющей сталь, полы из керамгранита, стены будут покрыты водными красками. Стоимость терминала на сегодняшний день 620 миллионов рублей. Строится и новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать международные воздушные судна, что положительно скажется на развитии новых маршрутных сетей, международных перевозках, открытии новых направлений. Появится возможность выполнять беспосадочные перелеты, например, на курорты страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Вьетнам, которые пользуются большим спросом у пассажиров. Помимо самого главного, то, что сейчас этот терминал предоставит возможность качественно и на должном уровне обслуживать пассажиров, потому что у них здесь будет предоставлен и комфорт, и уют, и сервис. То, чего у нас нет в нашем терминале существующем. Плюс, естественно, увеличивается пропускная способность терминала, что нам позволяет одновременно обслуживать как минимум два рейса. Мы, собственно говоря, строили для чего? Ну, во-первых, тут даже независимо от ЧМа, мы все прекрасно понимаем, жители Горгограда, области, гости, что в первую очередь нам нужен новый международный терминал, а не тот, который сейчас имеется. И исходили, естественно, из того, что избыточных площадей не должно быть. Не должно быть такого, что мы построим громадный терминал, который будет эхо раздаваться по нему. Мы тоже создаем себе отчет, что нам еще далеко до размеров и показателей. Санкт-Петербурга, я уже про Москву совсем не говорю, и крупных узловых аэропортов, как в Екатеринбурге, в Новосибирске. У нас есть свой пассажир, есть свои объемы, мы их оцениваем, понимаем. И, соответственно, исходя из этого, строился и терминал. Редактор субтитров А.Семкин